ребятки всем привет ну что настал сентябрь стала холодать пора задуматься об отоплении тот год я перебивался отоплением на дровах строительная печка булериан неплохая печка но единственное что как бы ну плохо прогревает этот гараж у меня почему-то не знаю пока растопишь пока прогреешь домой проехать может быть из-за того что у меня в эта стенка на торцевая и промерзает сильно также тот год меня еще спасала газовая пушка но в ней тоже есть нюанс как бы если там целый день с ней просидишь поработаешь что-нибудь поделаешь у тебя следующий день вот такая голова просто что видимо кислород выжигается эти выхлопные газы надыжишься ими как бы и все прощай голова в этом году решил сделать нормальное отопление водяное правда будет но на электричестве потому что центральное отопление нигде не проходит что подключиться ну щита на среду немножко побольше как бы но лучше чем мерзнуть в общем хочу конечно собрать максимально бюджетно но бюджетно уже не получается потому что я съездил купил такой пластиковые клубы все фитинги переходные уже получилось мне опять 800 если покупать допустим еще котел батареи все остальное думаю там тысяч двадцать двадцать пять это удовольствие выйдет ну благо у меня как бы запасы еще с тех времен когда занимался строительством остались меня старенький котел здесь насос батареи в принципе как бы ну хотя бы на этом я уже сэкономлю сейчас в общем покажу вам все составляющие из чего будем собирать наше отопление мы начнем потихоньку монтировать в общем так выглядят наши составляющие циркуляционный насос котел манометр на манометре сразу стоит здесь еще термодатчик показывать какая температура в системе полипопиленовые трубы ну и соответственно наши батареи монтаж будет производиться получается до этой стенки торцевой в этом году конечно опять не успел тут профнастилом зашить ее ладно может в следующем году этим займусь в общем здесь будет четыре батареи и одна батарея будет уходить здесь есть не видно сейчас вот у меня получается вытяжка из ямы и вы не будет проходить труба и там в яме будет еще отопление заканчивается батарея получается последним будет стоять вот здесь у печки сейчас печку 5 раз топил уже минут она наверное 15 греет но нога этого пока не чувствуется тут потихоньку я вот автоматику собираю получается будет управляться в этим датчиком все слой там получается на 3 фаску было ну нам не подходит у нас 220 здесь все потихоньку начинаю собирать вам покажу в общем батареи раскидал как они должны стоять и трубы бросил котел получается буду ставить сюда кассу под щитком не щиток стоит чтобы длинный правда не тянуть тут у напомню стоит водяная установка которая степо чинил и 1 2 там за полкой 3 4 получается почти около печки будет и в подвале 1 ее пока еще не поставил распробую как-нибудь закрепить на стенке и потихонечку спаивать еще на каждой батареи получается будет внизу стоять из такой кран можно было потому что вода она имеет свойства идти по самым простом пути где меньше сопротивления поэтому будем каждую потихонечку прикрывать и смотри как они будут греться очень блин порядок наводишь наводишь и сносу разваливаешь ладно сейчас не об этом все батарейки все повесил на своих местах свалка опять получилось ужас ужас здесь получается будет последняя батарея висеть закрепить а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вон такой запас у меня с конкретным хоть на три этажа и все получается здесь у меня все подцеплено уже по низу о по верху сейчас осталось у меня батарею внизу одну сделать сейчас полезу в яму там размещу ее и переходим к самому интересному будем котел цеплять ну что в яме батарея тоже стоит так что можно соединять последний штрих и переходить на котел так ну вот мы дошли до места установки котла поставил вот такой датчик будет показывать давление и температуру на выходе и вот здесь такая труба еще вверх пошла для тех кто знает или у кого хорошая интуиция напишите в комментариях что за труба для чего она нужна на второй этаж или что ну что все с котлом все спаял все трубы готовы и остался вот этот загадочный элемент для тех кто не догадался это вот спускник лишний воздух получается будет стравливать он автоматически на всякий случай на него кран поставлю потому что бывает они что-нибудь забиваются там еще что-нибудь чтобы поменять но он бушный как мало ли что по окначик перегрыл и все так что сейчас припаиваю и будем пробовать заполнять сначала водой все заполню а потом уж найду антифриз буду антифриз заполнять все раз бросник стоит здесь все спарено насос получается ой насос котел получается за насосом стоит потом я еще закреплю его хорошенько как бы на пробную пойдет так вот это получается воду систему заливать тут вы уже все сами видели что сейчас буду пробовать заполнять систему заодно узнаю сколько объема у меня в системе получился заполнить пока буду водой потом уже куплю антифриз антифризом залью на воде как раз проверю есть какие-то течи или нет но надеюсь никаких течи не будет все таки опыт у меня спаивание труб как бы уже был надеюсь как бы хватку не потерял получается что у меня заняло один день все это со спайкой труб в принципе любому как бы думать силам там даже на прокат этот паяльник взял быстренько скидал там 2400 там может быть сутки стоит этот прокат у меня благо слой как бы попроще в этом плане ну все заливать воду пошел ну что систему запустил в тестовом режиме воду залил воздух потихоньку выгоняю пока давление сделал минимальное полкинику почти нагрелась здесь у меня автоматика подключена сейчас в таком в тестовом режиме тоже все провода висят сейчас в общем будет делать управление коробочку сюда повешу и уже по нормальным потом покажу как все запитано как все работает ну что ребят наступает момент x давление примерно такое же 20 градусов здесь все соединю термодельчик там внутри стоит все делаем пробное включение красиво в коробочке будет нагрев аж горит разница в 4 градуса включение выключения 21 градус температура котла сейчас засекем посмотрим насколько он нагреет сейчас здесь стоит при температуре 50 градусов выключения в общем-то мы приближаемся к отметке нужной нам получается здесь температура котла здесь температура выхода то есть как видите вниз тоже 50 градусов практически так что в принципе показывает точно сейчас покажу вот отключится получается работа в горле все отключилось общее время заняло 25 минут объем воды 50 литров в принципе я думаю неплохо конечно зимой будет потяжелее но мы что-нибудь придумаем к зиме в общем такое отопение получилось не знаю как оно себя покажет в холода но если будет мало как бы там еще есть два тена запасных подключу их в принципе ну думаю 4 киловатта то есть здесь уже так вот за глаза хватит сейчас пока работает на 2 киловаттах все вот сейчас получается найду антифриз хоть бушный залью в систему одену колпачок защитный чтобы все контакты защитить в принципе думаю все в боеготовности будет с типо трубом получается снова немножко мне так волной идут нагреваться начали решение пошло у них и даже то что я их приделал к стене как бы они снова волной немножко идут ну пластик есть пластик ну спасибо всем кто смотрел не забывайте ставить лайки писать комментарии ну а я пошел пока убираться всем пока